Дорогие друзья, желаю поздравить с прошедшими праздниками новогодними, а также пожелать большого успеха в 2013 году. 13 число, как говорят, счастливое, должно приносить большое количество денег. Тем не менее, смотря на ситуацию, которая сложилась сейчас в начале января, можно заметить, что есть два очень мощных фактора. С одной стороны, у нас имеется отложенный фискальный обрыв, под обмену которого мы уже взлетели и на Западе, и в России. А с другой стороны, он наступает через полтора месяца. И поскольку это долги, то просто так их не закроешь. Вопрос все равно придется решать каким-то образом. То есть фискальный обрыв можно отложить, можно смягчить, но нельзя его полностью отменить. Таким образом, мы должны убрать все то, что было в начале года, когда его отложили. И плюс последствия, которые даже по ФРСу ожидаются на порядка, депрессия порядка двух процентных пунктов. Но есть апокалиптические, конспиратологические версии, которые говорят о депрессии, которая может захватить до 5% мирового ВВП. В общем, слабо в любом случае не покажется. А с другой стороны, у нас имеется ФРС, которая помимо того, что имеет КУЕ-3, который продолжается у нас с осени, оно еще совершенно незаметно включило КУЕ-4. Значит, напомним ситуацию, что у нас была раньше операция ТВИСТ, которая заключалась в том, что мы продавали короткие облигации, и вместо них покупали длинные. Ситуация была отбалансирована, то есть, насколько продали короткие, насколько купили длинных. Это продолжалось до конца года практически. После чего выяснилось, что у американцев Центробанка короткие облигации элементарно закончились. А поскольку это главное средство операции для любого Центробанка, его главная задача – это поддерживать краткосрочные ставки. И главным средством поддержания этого являются короткие облигации. После того, как их не стало, то возникла некая абсурдная ситуация. Понятно, что такого продолжалось дальше не могло. С другой стороны, у нас имеются длинные облигации, 30-летний приказначитель, 10-летний, или же ультрабонд, по которым нулевая доходность на 30 лет. Но понятно, что ни одному здравомыслящему человеку, при той ваканалии, которая творится с валютными войнами в мире, такие облигации никому не нужны. Они держат только лишь потому, что есть, с одной стороны, большое количество виртуальных активов, которым просто негде приткнуться, кроме как в этих виртуальных облигациях, а с другой стороны, имеются форекс, которых исправно покупают. Китай с прошлого года, как показал, он был главным держателем, главным покупателем этих долгов, начал, наоборот, выводить средства из рынка. Но причина эта там отдельная песня, но ситуация такова, что он под конец года как раз обновил свой новый минимум по объему вложенных в американские казначейки. Кто будет их покупать? Обрушить пирамиду невозможно, потому что тут же рухнет доллар, и по большому счету это автоматически приведет к дефолту Америки. Остается единственный вариант, это начать печатать деньги, и ФРС будет выкупать. То есть, с одной стороны, у нас американское проекты с одной рукой сокращается, собирается расходы, а с другой стороны, на такую же сумму, даже с большим переливом, ФРС будет печатать деньги по-прежнему. Если к этому прибавить сейчас амбициозные планы Японии, которая собирается включить деньги и печатать до тех пор, пока инфляция на снижение 2%, ну там, правда, возникает вопрос, что дело с 200% долгом, который она будет перекатывать, и совершенно не подъемками для японской экономики. Плюс различные планы стран поменьше, и просто необходимость печатать такую же скорость у остальных стран, чтобы просто выдержать статус-кво, то мы получаем, что мы сейчас находимся на пороге мощнейшего инфляционного взлета, с которого, собственно говоря, другого выхода и нет. Итак, еще раз подъем итоги. С одной стороны, у нас имеется фискальный обрыв с возможной депрессией мировой экономики, а с другой стороны, два КУЕ одновременно, значит, КУЕ 3 на 45 миллиардов, плюс добавленные еще там 45, и к этому еще надо добавить сумму, которая идет от погашения предыдущих выпусков, так что в сумме получается, что ФРС в настоящее время печатает около 130 миллиардов небеспечных денег ежемесячно. Это астрономическая сумма, еще лет 10 назад я вспоминаю, как там сумма порядка 10 миллиардов на полгода обеспечила стабильный и очень сильный рост. А здесь 30 миллиардов, и фактически слабо это отражается на рынке. По крайней мере, новых максимум пока у нас почти нигде не наблюдается. В присутствии двух сверхмощных факторов большое количество трейдов начинает бояться, просто какие-то сделки выжидает. Это приводит к тому, что торги стали обладать, выражаясь техническим языком, нитевидный характер, сверхмалые объемы, сверхмалые диапазоны, и это является признаком очень сильного мощного движения в ближайшее время. Последний раз такие ситуации я наблюдал несколько лет только назад. Это был у нас подъем после кризиса 2008 года. Такие ситуации можно найти в 90-х годах, но всегда было очень сильное движение. Куда она пойдет, какой фактор кажется сильнее, я пока затрудняюсь сказать. Надо просто элементарно смотреть за рынком. Как говорится, рынок говорит, вы слушайте. И в этой ситуации вам можно порекомендовать только лишь не заниматься сильных позиций в одну или другую сторону, а просто дождаться, посмотреть, что будут делать рынки. Ну, с этим вот и желаем вам успеха. Продолжение следует...